Всем дарву дорогие друзья, с вами как всегда Даваск и как и обещал, сеты с этим черно-белым набором. Давно нужно было их заделать, но лучше поздно, чем никогда. Всем приятного просмотра, кто кушает, у приятного аппетита, погнали! Алок уже стоит, это алок, это по красоте, сет называется, ну а не сет, а набор, резкий скейтер. Только в чем тут скейтерского я не знаю, в жизни я не знаю ни одного скейтера, который ходил бы в чем-нибудь похожем. Тут все офигенно, кепка, бандана, торс, штаны и кроссы. Начнем с кепочки, вообще давайте для начала покажу вам сеты, в которых играл с этой кепкой лично я. Вдруг вам что-то да и понравится. Ну я надеюсь, что понравится. Короче, первый это чисто черненький, может быть вы его где-то видели, там когда чекали, или мой профиль, или что-то еще. Так, сникеры черно-белые и масочка, вот эту. У меня была вот такой вот сет, ну в принципе сюда спокойно можно одеть, да даже вот такую, но она вроде бы чуть темнее, чем футболка, хотя смотрится довольно таки неплохо. Это отпадает, вот эта маска тут норма смотрится, вот эту тоже уже можно оставить, но лучше все-таки чисто черную без ничего лишнего. Вот, это первый сетик с этой кепочкой. Дальше идет то же самое, но с водолазкой, джазовые штаны сюда одеваются, потому что под водолазку, ну можно в принципе и вот эти, да. Но согласитесь, что с джазовыми смотрится лучше. Сюда можно вот эти кроссы, можно обычные черные, можно чисто белые, какие-нибудь кидосы вот такие. Но я играл вот в таком, потому что, ну как бы черные с белым, и это единственные черно-белые, единственные красивые и нормальные черные-белые кроссы в игре. Вот, потом сюда еще можно, так, где эта куртка, черная куртка, черная куртка, я надеюсь она не была ниже, по-моему да, вот она. Сюда уже можно смело обувать какие-нибудь белые кроссы, по примеру вот таких, вот таких, там вот такие, вот такие, ну и конечно же джазовые кроссы, куда же без них. Вообще, под эту кепочку можно какие-нибудь там еще и черно-красные с этики одевать там, по типу вот такого, потом черно-синие. Давайте покажу несколько, потому что, ну чтобы не задерживаться, потому что время у нас все-таки ограничено. Что-то типа вот такого, почему бы нет, можно вот так вот. Ну, типа черная кепка, она как бы стильная, нормальная и подходит ко всему. И один из последних сетиков с кепкой, вообще, по поводу этого всего, можно вот так не заморачиваться, просто в сет, который у вас есть, сет, который вам нравится, вы туда одеваете эту кепочку, все, у вас остается офигенный сет. Сюда все-таки лучше какие-нибудь черные штанишки и нормально, вот такой вот сетик. С любым торсом там путят, или красный, или синий, или вот такой, или обычные голые торсы какой-нибудь, или желтый. Кепочка подходит ко всему. А теперь настало время масочки. Масочку давайте мы тоже наденем. Вот, она, конечно, интересная, да, но тут нужен либо такой яторс, который будет закрывать вот эту нижнюю часть, и будет оставаться что-то типа вот такого. То есть, вот такой яторс, к примеру, или вот такой, или чтобы она прикольно и гармонично сочеталась с аторсом, чтобы не было как вот тут, или как вот тут, то есть, что это вот такое. Вот это тоже же не норму, вот это норм, потом вот тут фу, вот тут, в принципе, тоже неплохо сочетается, хотя можно было бы лучше. Вот тут она тоже прямо выделяется сверху торса. Вот с этой рубахой, в принципе, цепи норм, потому что она все внутри, всю, всю голую шею она закрывает. И, в принципе, цепи как-нибудь вот так вот одеться и нормально. Далее, что у нас есть еще сверху, с сайнарами, со всеми цветами шикарно, с этим фу, с инкубатором великолепно, с этим торсом тоже шикарно. Давайте сейчас просто посмотрим, с какими торсами с ними прикольно сочетается. С этим нет, с голым этим нормально, с этим тоже нет, с этим нет. Дальше с этим торсом хорошо, с этим 50 на 50, с сайтамой. Ну, в принципе, норм, но лучше обычную марионетку. Фу, эти все отстой, с этим торсом. Зачем сюда нужна повязка? Я не знаю, с этим тоже фу, я думал, будет лучше. С этим тоже фу. С макакой, кстати, шикарно сочетается, просто великолепно. С этим торсом тоже топ, с этим, с этим, кстати, отстойно, я думаю, что будет лучше. С этим 50 на 50, с этим тоже отстой, с этим норм. Далее фигня. Ну, вот тут, кстати, годно, можно как-нибудь штанишки вот эти нацепить. И причесочку, да по факту вообще любую, белую или черную. Как-нибудь вот так вот одеться и шикарно. Далее, что у нас еще есть? Ну, что-то, короче, с голыми торсами это капец как хену любителя. Потому что, в принципе, и прикольно смотрится, а в принципе, и такое себе. С бандитом, если не смущает вот эта херня поверх бронежилета, то нормально. И, конечно же, с этим инкубатором тоже все шикарно. Остальные, в принципе, уже рассматривали. Рубахи тоже топ. С футбольными, кстати, вот с этим торсом. Вот с этим смотрится просто великолепно, шедеврально, замечательно. Вот так вот наделись и вперед. И осталось показать только с футбольными футболочками. И вообще с футболками даже за рейтинг. Ну, видно, что она более темная. Потом, потом футбольные футболки. Ну, на любителя. То есть, с вот этой, в принципе, норма. Остальные такое себе. Со вторым пропуском тоже такое себе. Дальше у нас идет на очереди водолазка. Ну, тоже видно, что она выделяется. С черной футболкой, в принципе, смотрится неплохо. Ну, в принципе, оставить можно. Но все-таки видно, что она чуть выделяется. Но куда же без этого. Теперь торс. Получается, мы сразу же давайте оденем. Либо вот эту маску можете оставить. Эту все-таки нет. Хотя она прям чисто идет по футболочке. Только когда персонажа в фрачеша, она меняется. Вот эта масочка шикарна. Вот эта, в принципе, тоже пойдет. Но мы оставим марионетку. Оденем любую белую прическу. Любую белую или черную. Штанишки. Штанишки. Белые штаны. Капец, как на любителя. Я лучше отдам предпочтение черным. Потому что к такому мобилому торсу. Ну, во-первых, сюда, если одевать все белые штаны, то нужны черные кроссы. А красивых белых зауженых штанов в игре нет. Поэтому отдаем все внимание черным штанишкам. Желательно зауженным. Без вот таких носочек. Чисто черных можно с белыми вставками. А так чисто черный топ. Так, смотрим. Ну, это синие пролетают потом. Кстати, вот с шортиками довольно-таки интересно смотрится. Но сюда прям нужны именно черные кроссы. Потому что с белыми, ну, такое себе вот эти шорты. Далее. Черные штаны. Практически все обычные черные штаны, они сюда залетают. Вот эти сэппортивки прямо шедеврально подходят. Далее. Ну, такие жинсы. Потом. Где? Есть же еще черные. Вот эти тоже шаровары интересно смотрятся. Вот эти жинсы тоже норм. Эти нет. Вот эти черные штаны тоже топ. И СО, да? Дальше посмотрим просто. Ну, черные-черные. Вот эти интересно. Ну, АЛОК это по классике уже идет. Эти, они книзу чуть широкие. Так, а есть у нас просто обычные прямые черные штаны. Потому что вот таких сэкейтеры и ходят. Вот это, кстати, тоже великолепное сочетание. Так, джазовые штаны. Шикарно. Ну, вот эти тоже интересно. Ну, вот так вот ходят сэкейтеры вот в таких штанах. Ну, вообще они у них просто узкие и прямые. То есть, не зауженные, а просто чуть подвернутые. Вот если вот эти штаны опустить примерно до уровня язычка на кроссовках, вот так вот и ходят сэкейтеры в моем городе. Только штаны или черные, еле белые вот такие. Вот эти сопротивки тоже интересно смотрятся. Ну, таких штанов, к сожалению, в обычном фрифайере нет. Но они смотрятся тоже великолепно. Ну, а дальше все. Кстати, чисто черные шортики тоже тема. А потом мы переходим к штанишкам. А, еще забыл, пропустил одни штаны, заговорился. Это вот эти, которые просто великолепно подходят к этому сету. То есть, сюда мы обываем любые белые кроссы. Можно даже какие-нибудь вот такие. Ну, и масочку, прическу любую, которую, в принципе, о которых мы уже и говорили выше. Вот тут прям все великолепно сочетается. Далее у нас идут штанишки. Такие чисто черно-белые. Кроссы. Давайте, ну, смотрите, видите тут голая щекотка. Лично мне этот чуток не нравится. Поэтому обуем кроссы повыше. Так, масочку давайте возьмем вот эту. Причесочку на этот раз давайте. А вот такую. Почему бы, а бы нет. И погнали подбирать все торсы. Можно какие-нибудь белые. Вот тут, скорее всего, футбольные футболочки прямо войдут в чат. Потому что будет топ. Вообще, штаны такие с белыми вставочками. И хочется какой-нибудь или чисто белый торс. Ну, с черно-красными сюда такое себе. Вот тут, в принципе, годно смотрится. Но нужны джазовые кроссы. Либо какие-нибудь другие белые, черно-красные высокие. Под это такое себе. Под голые торсы такое себе. Дальше. Под инкубатор тоже не комильфо. О, вот халатик, кстати, годно смотрится. Потом, что есть? Такое себе. Вот под эту курточку довольно-таки неплохо смотрится. Ну, вернем наши вот эти кроссовочки. Потом сюда. Такое себе. Тут тоже такое себе. Штаны, в принципе, неплохие. Но, как оказалось, к ним подобрать торсы, именно чтобы мне понравилось, это сложно. Но, мне кажется, я знаю, как это решить. Вот это прямо шикарно подходит. Вот эта футболка тоже топ. И не просвечивайте, пожалуйста, футбольные футболки. О, да. Ну, вот это, мне кажется, самое идеальное. Вот это, да. И все. Ну, вот это тоже пойдет. Но германское это прям топ. Второй пропуск тоже интересно смотрится. Вот эта футболка тоже топ. Ну, а дальше там уже нет смысла листать. Остаются у нас кроссы. Кроссы, кроссы. Вот эти черно-белые. Так, что мы сюда оденем? Давайте какие-нибудь черные, зауженные к низу штаны, чтобы эти кроссы по полной раскрыть. Вот эти. Нет, где? Вот эти штанишки выберем. Сразу же зачекаем все то же самое, но с белыми футболочками. Смотрится довольно-таки сносно опять. Потом как-нибудь вот так вот. Ну, опять же, белые кроссы. Хочется какой-нибудь белый торс. Но чего-то прям суперского такого белого в игре вроде бы как не существует. Поэтому нет. Кстати, со штанами ангела смотрится интересно. Но даже с обычными джазовыми или вот так вот, то смотрится покруче. Так, что у нас еще есть? Принц. Такое себе. Все синие, черные. Ну, такое, зачем сюда белые кроссы, когда можно подобрать и лучше. К доктору, кстати, прикольно смотрятся к обеим вот эти кроссы. Потом вот к этому торсу и сету тоже довольно-таки сносно. Вот так тоже интересно, но на любителя. Халатик мы уже рассматривали. Сюда штанишки лучше. Можно на даже и шорты. Кстати, с кроссами можно попробовать нацепить вот эти шортики, где они были. Вот эти. О! О! Кстати, довольно-таки интересно смотрится. Почему бы и нет? Вот, кстати, со шортами реально топ. Ну, можно подобрать сюда какую-нибудь рубаху такого же цвета, что и шорты. Ну, отстойно. Хотя, хотя, ну, может быть, кому-то да и понравится. Вот так тоже интересно смотрится. Скрывает бронежилет. Вау! Вот так. И синяя, по-моему, футболка сюда должна подойти. Нет, она все-таки не такая черная. А если вот это... Вот так... О! Скрывает бронежилет. Ууу! Топ. Все. На этом мы с вами и закончим. Всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. И да пребудет с вами скилл. Субтитры сделал DimaTorzok